Всем привет, на связи МК. Здравствуйте, я компьютер-одуванчик. Рано или поздно, когда-то классные комплектующие устаревают, и брать их становится невыгодно. А временами наоборот, глядя на новое железо, хочется задать вопрос, а зачем вообще это выпустили? И сегодня мы как раз поговорим про процессоры и видеокарты, брать которые в 2020 году нежелательно. Поехали! В своё время видеокарта GTX 1050 Ti была очень популярна. С одной стороны, она стоила ощутимо дешевле 1060 и RX 470. С другой, имела 4 гигабайта видеопамяти и без проблем тянула современные проекты на средних и даже высоких настройках графики. Поэтому её с большим удовольствием ставили в пару к гиперпню, а также в различные простые сборки на Horizon 3. Но разумеется, в 2019 году она смотрелась уже достаточно бледно, и Nvidia решила выпустить для неё преемника GTX 1650. Эта новинка имеет всё те же 4 гигабайта видеопамяти, но быстрее 1050 Ti на 30-40%. Вкусно? Да, если бы не одно «но». По цене в России она напрямую конкурирует с AMD RX 570 с 4 гигабайтами видеопамяти, и последняя всё-таки на 10-15% быстрее. Как итог, GTX 1650 оказалась мёртворождённой видеокартой, и брать её нет никакого смысла. Три года назад, когда в продаже появились Ryzen 3 1200, они сразу стали бестселлерами. Ещё бы, 4 ядра и 4 потока, частота в разгоне выше 3,5 ГГц, и всё это на 2-4 тысячи дешевле, аналогичных по производительности Intel Core i5. Однако в 2020 году этому камню пора на пенсию. Во-первых, 4 ядра и 4 потока — это уже минимум для современных игр, причём в некоторых из них процессор будет долбиться в сотку, что вызовет фризы и лаги. Во-вторых, даже как офисный вариант такой процессор уже не подходит, так как требует наличия дискретной видеокарты, что увеличивает стоимость тандема CPU плюс GPU вдвое. В итоге, для офисного или мультимедийного ПК куда лучше подходят Athlon 200GE или 3000G, которые стоят даже дешевле. Да, у них 2 ядра и 4 потока, так что запускать на них ААА проекты точно не стоит, но благодаря неплохой интегрированной видеокарте Vega 3, они становятся отличным подспорьем при сборке простого ПК. Изначально линейка среднеуровневых видеокарт от Nvidia смотрелась логично. Была GTX 1660 с 1408 CUDA-ядрами и 6 ГБ видеопамяти GDDR5 за 219 долларов и более мощная GTX 1660 Ti с 1536 CUDA и 6 ГБ более быстрой памяти стандарта GDDR6 за 279 долларов. Разница в производительности между ними порядка 15%, так что разница в цене вполне адекватна. И тут Nvidia решает уплотнить свою линейку GTX и RTX, выпустив множество видеокарт с приставкой Super. На свет рождается GTX 1660 Super, которая получила все те же 1408 CUDA и 6 ГБ уже более быстрой памяти GDDR6, а ценник всего на 10 долларов выше обычной GTX 1660. Тесты производительности показали, что новинка буквально дышит в спину GTX 1660 Ti и более чем на 10% быстрее GTX 1660. Как итог, с учетом ее крайне привлекательного ценника, она закопала сразу двух своих собратьев. GTX 1660 Super убивает двух зайцев одним выстрелом. Представляя новую технологию трассировки лучей в режиме реального времени, Nvidia отлично понимала, что если ее будут поддерживать только топовые видеокарты дороже 30 тысяч, то RTX просто завянет. Поэтому было принято решение выпустить максимально урезанную видеокарту, которая при этом способна более-менее тянуть игры с новыми эффектами. И ей стала Nvidia RTX 2060 с 1920 CUDA или с 6 ГБ видеопамяти GDDR6, что слегка маловато для видеокарты стоимостью свыше 20 тысяч рублей. Впрочем, пока у AMD в этом сегменте были горячие и относительно старые Vega 56 и 64, RTX 2060 смотрелось не очень плохо. Ну да, игры с трассировкой лучей идут только в Full HD и не на максимальных настройках графики, зато в обычных проектах она оказывается быстрее GTX 1070. Но вот не так давно вышла AMD RX 5600 XT, после чего обычная 2060 стала чувствовать себя не в своей тарелке. RX 5600 XT стоит дешевле на 30 долларов, имеет такой же объем видеопамяти и показывает такую же или слегка более высокую производительность. Да, она не поддерживает трассировку лучей, но и RTX 2060 тут тоже не блещет возможностями. В итоге самая слабая видеокарта Nvidia с поддержкой трассировки лучей выглядит не лучшим решением для покупки. Если, конечно, на нее не снизят ценник хотя бы на пару тысяч рублей. А вот что еще мы не рекомендуем, так это всю линейку Intel Coffee Lake. Да, именно так, вся линейка в утиль. Почему? Потому что Intel нужно давать хоть какой-то отпор AMD, так что все представители 10-го поколения процессоров Intel Core, оно же Comet Lake, будут иметь гиперпоточность, а выйдут они буквально в течение ближайших пару месяцев. Иными словами, теперь Intel Core i5 будут иметь не 6 ядер и 6 потоков, а 6 ядер и 12 потоков. То есть на деле новые процессоры мало того, что получат прирост частоты в пару сотен МГц, так еще и увеличение производительности до 30%, благодаря виртуальным потокам. И все это за те же деньги, разумеется, после того, как устаканятся цены. Это относится к большинству линейек Intel Comet Lake, включая Core i3, Core i5 и Core i7. Более того, наличие гиперпоточности позволит решениям от Intel более успешно противостоять Ryzen 3000. Конечно, конкурента 16-ядерному Ryzen 9 3950X у Intel не будет, но, как показывают тесты, новый 10-ядерный Core i9 слегка обгоняет 12-ядерный Ryzen 9 3900X, что можно назвать неплохим результатом. Линейка NVIDIA RTX Super получилась неоднозначной. С одной стороны, те же GTX 1650 Super, 1660 Super и RTX 2060 Super ощутимо лучше обычных версий. С другой стороны, RTX 2070 Super быстрее обычной на 10-12%, что сложно назвать большим приростом. Но хуже всего ситуация с RTX 2080 Super. Тут разница с обычной версией всего 5-7%, и это неудивительно. Разница в CUDA ядрах небольшая, всего около 150. Память у Super слегка быстрее, но в общем и целом гонится она одинаково на обеих версиях. А вот разница в цене внушительна. Если обычную версию можно найти за 46-47 тысяч, то за Super уже просят больше 50. Очевидно, что такой мизерный прирост производительности просто не стоит переплаты в 3-4 тысячи рублей. Поэтому NVIDIA RTX 2080 Super это самый ненужный супер. Райзен 5 3600 уже стал бестселлером. Райзен 5 3500 со своими шестью ядрами смотрится выигрышно на фоне некогда народного Core i5-9400F. А вот Райзен 5 3500X оказывается белой вороной. С одной стороны он стоит на 1500 дороже обычного Райзен 5 3500, предлагая за эти деньги всего лишь прирост в 200 МГц частоты, которые легко добиваются разгоном. С другой стороны он стоит на 1000 рублей дешевле Core i5-9400F, при этом зачастую проигрывая ему в играх 5-10%. А доплатив еще 1000, можно уже купить 12-поточный Райзен 5 3600, который в этом сегменте рынка вообще вне конкуренции. Как итог, 3500X это очередной иксовый бесполезный процессор. Видеокарты RX 570 и RX 580 являются бестселлерами, что неудивительно. Стоят они ощутимо дешевле GTX 1060, имеют аналогичную производительность, да и еще тянут современные игры на высоких настройках графики. Ну, просто мечта среднебюджетного геймера. И AMD решила выпустить в этом же сегменте еще одну видеокарту, а именно RX 5500 XT. И первое, что настораживает, AMD говорит не про ее производительность, а про эффективность. Это наталкивает на мысль, что блистать высоким FPS новая карточка не будет. Так и оказалось. Новинка идет ноздря в ноздрю с RX 580. И это было бы неплохо, если бы она стоила хотя бы 10 тысяч рублей. Но, увы, за нее просят в среднем около 12-13 тысяч, когда ту же RX 580 можно найти за 11. Как итог, смысла в новинке нет. Да, она потребляет меньше энергии и имеет более компактный чип, но кого это волнует в случае с десктопными компьютерами? Так что за текущую стоимость RX 5500 XT не выглядит отличной покупкой. Как видите, не самых лучших CPU и GPU для покупки хватает. И, разумеется, нужно понимать, что мы говорим про выборку в целом. Разумеется, если вы найдете тот же Ryzen 5 3500 X в своем городе за 8 тысяч, это будет хорошей покупкой. Аналогично RTX 2060 за 18-ку будет тоже неплохим приобретением. И, разумеется, мы говорим лишь про более-менее современные ходовые комплектующие. Надеемся, и так понятно, что собирать сейчас с нуля компьютер на том же i7-7700K далеко не лучшая идея. Если вам понравился видос, обязательно поставьте лайк, это лучшая оценка для нашей работы. И не забывайте подписываться, если вы еще не с нами. А я с вами прощаюсь, с вами был Михаил Крошин, канал Мой Компьютер. До скорых встреч!